всем привет дамы и господа с вами silent tip и в этом видео я расскажу вам как проставить размеры на готовые рендер картинки как известно даже если вы при помощи инструмента размер проставили в скетчап нужные размеры и потом сделали рендер ранее проставленные вами размеры не будут отображаться на конечной рендер картинки рендер плагин попросту проигнорирует проставленные размеры если вам нужно чтобы на конечный рендер картинки были размеры вам поможет совмещение двух картинок в одну на одной картинке должны быть проставлены размеры она другой готовая рендер визуализация совместив две этих картинки вы получите желаемый результат покажу вам как это делается вот у меня есть готовая 3d модель инкубатора на нем при помощи инструмента размер уже проставлены размеры снизу слева и снизу справа есть две окружности это источники света v-ray они будут освещать этот куб когда я запущу рендер и так первое что нужно сделать это поменять стиль в окошке стилей окошко стилей у вас запрятано в верхний пункт меню окно лоток по умолчанию стиле в стилях выберите белый с черными линиями так вы добьетесь того что вся 3d модель станет белой я же в свою очередь не буду менять стиль на белый а просто во вкладке редактирования стиля поменяю цвет фона на белый далее нужно определиться с тем какой размер будет у вашей конечной картинки я буду использовать высоту картинки в 1500 пикселей ширина картинки не важно важно только высота настрою размер картинки перед рендером открываю окно настроек v-ray для этого нажимаю на вот этот значок asset editor в появившемся окне захожу во вкладку со значком шестеренки тут открываю раздел render output в aspect ratio выставляю желаемое соотношение сторон кадра скажем 4 к 3 ну и в размере кадра ввожу в высоту 1500 точек закрываю это окно теперь можно приступать к рендеру но перед началом рендера я сохраню текущий кадр из скетчап нажимаю вверху файл экспорт 2d графика в появившемся окне захожу в ту папку куда буду сохранять свою картинку в разделе тип файла выбираю png нажимаю кнопку параметры и ввожу желаемую высоту в 1500 точек в настройках рендера v-ray у меня стоят те же самые 1500 пикселей размер рендер кадра и экспортируемого из скетчап кадра должны совпадать по высоте это важно ну и для того чтобы наконец сохранить кадр нажимаю кнопку экспорт картинка сохранилась ко мне на рабочий стол теперь запускаю рендер v-ray нажав на значок с чайником пошел рендер поверхности данного инкубатора я залил материалом стали с рифленым рисунком поэтому сталь блестит данную рифленую сталь вы можете найти в готовых v-ray материалах в разделе металл что касается двух маленьких источников света то они источают разные по температуре свет с одной стороны куб освещается холодным синим светом с другой стороны куб освещается теплым красным светом это старый художественный прием два разных по температуре источника света с двух противоположных сторон наиболее полно позволяют человеческому глазу считать информацию об объеме да и к тому же такое освещение создает красивый эффект после того как рендер завершился и в окошке прогресса полоса окрасилась в зеленый цвет сохраняю полученный кадр для этого нажимаю вверху на кнопку save current channel указываю папку и сохраняю кадр для сохранения я по-прежнему использую формат png теперь в моем распоряжении есть два кадра один рендер а второй с размерами далее нужно совместить два полученных кадра в один это можно сделать в любом графическом редакторе где есть слои скажем photoshop gimp или sketchbook pro я для этих целей буду использовать photoshop потому как эта программа для меня привычней открываю обе картинки photoshop для начала уберу круглый источник света он тут лишний выделю его инструментом прямолинейная область и залью выделение белым цветом при помощи градиентной заливки далее переключаюсь на другую картинку она находится в соседней вкладке правой панели открываю окошко слоев делаю правый клик мыши по слою и в выпадающем меню выбираю создать дубликат слоя в появившемся окне строке документ выбирают другую картинку которая у меня сейчас открыта в соседней вкладке и нажимаю кнопку ok данное действие скопировала рендер кадр соседний файл переключаюсь обратно на соседний файл как видите оба кадра теперь находится в одном файле но увы кубы не совпали это потому что у двух моих картинок разная ширина ничего страшного полученную картинку можно выровнять вручную для удобства сделаю верхний слой полупрозрачным так сквозь него будет видно нижний слой и соответственно можно будет более точно выровнять две картинки относительно друг друга для того чтобы верхний слой стал полупрозрачным в окошке слоев выделите верхний слой и подвиньте полоску непрозрачности влево примерно до отметки 50 процентов вот так теперь сквозь верхний слой видно что находится под ним для выравнивания картинок относительно друг друга выбираю инструмент перемещения и начинают двигать верхний слой так чтобы он совпал с нижним для точной подгонки вы также можете использовать стрелки на клавиатуре как видите в итоге у меня получилось рендер картинка с размерами как раз то что я и хотел получить в начале таким же методом вы можете и на своих рендер визуализациях проявить размеры даже если у вашей рендер картинки нет прозрачного фона как у моей картинки то просто оставьте ползунок непрозрачности верхнего слоя на отметке 50 процентов так у вас на картинке будут видны сразу и размеры нижнего слоя и сама рендер картинка верхнего слоя порой такое совмещение двух картинок дает интересный эффект на этом у меня все надеюсь мне удалось объяснить вам как проявить размеры на рендер картинки если интересно то вы можете посмотреть другие мои обучающие ролики по программе скетчап которые уже вышли на канале например видео о том как проставить угловые размеры или видео о том как сохранить картинку с прозрачным фоном желаю успехов в вашей творческой работе